Как проходил парад в Куйбышеве в ноябре 41-го? Какой была Самара в годы войны? Как жили простые горожане? Какие читали книги? Ответы на все эти вопросы можно получить в виртуальном музее Куйбышев «Запасная столица». Порядка 20 документальных фильмов и более 50 видеоэкскурсий обо всех памятных местах города и ярких исторических событиях. Есть такой интерактивный раздел «Моя история», где все могли размещать и документы, и фотографии, и истории, и жизни своих героических предков, и дедушек, и бабушек, и прадедушек, и прабабушек. Мы не ожидали, что все школы включатся в работу, в участие в этом проекте. Пополнить коллекцию виртуального музея и тем самым внести свой вклад в историю Самары может каждый. Андрей Петровский, к примеру, выложил на сайт историю своего прадеда. Биографию ветерана, прошедшего всю войну и ушедшего из жизни в 2012-м. Андрей знает больше по рассказам родителей. Это история о моем прадеде, который участвовал в Великой Отечественной войне. Его зовут Скворцов Павел Иванович. Родился в 1924 году. В возрасте 18 лет был призван в армию, прошел от Волги до Вены. Мне важно было, чтобы узнали о моем прадедушке, о герое. Школьники говорят, по видеоурокам изучать историю города намного интереснее, чем по книгам. Да информация лучше запоминается. Ребята, ну, они понимают, они чувствуют свою заинтересованность. И когда им просто говоришь, вот, ребята, надо вот примерно следующее. А когда это нужно сделать? А как скоро нужно принести? Все вот заинтересованность сразу возникает. И говоришь, ну, это в наших силах, да. Мы сможем с этим справиться. А как же мы должны с этим справиться? Проект стартовал осенью прошлого года. И уже сейчас на сайте более тысячи историй о самарских героях, написанных их потомками. Валерия Квасневская, Дмитрий Мешканцов. События.